Смертная казнь сейчас до сих пор идет много споров о допустимости смертного приговора. Но я считаю, что все-таки, если Бог предусмотрел смертную казнь, то она должна быть совершена. Другое дело, наши суды несовершенные. Помните, я говорил, что по поводу вот этого знаменитого маньяка Чикатило было казнено несколько человек. И один человек еще даже ожидал своей участи в камере смертника, когда послали настоящего преступника. Поэтому в тех случаях, когда есть хотя бы самое минимальное сомнение, должна была быть смертная казнь отменена. Помните, Павел говорил, что я такой вот, и когда казнили Стефана, помните, я стерег одежды. Ну и что же того, что он стерег. В самой этой казни он не принимал участие. Но дело в том, что здесь говорится о еврейской традиции. Когда суд приговаривает человека к смертной казни, должен ходить глашаты и объявлять в течение определенного времени по всему городу, что вот такой-то человек приговаривается к смертной казни. Если кто-то, хотя бы один человек, имеет какие-то доказательства, то он должен прийти в суд для того, чтобы пересмотреть дело. И поэтому так их, кстати, делалось и в американском суде. Если суд приговорил человека к смерти или к наказанию, и появились смягчающие обстоятельства, дело пересматривается. Если суд этого человека оправдал, а потом появились эти смягчающие обстоятельства, то дело не пересматривается. Потому что милость, я уже говорил, превозносится над судом. Потом совершалась смертная казнь, но тот, кто стерег одежду, он должен был стоять на возвышенном и на видном месте, где находилась дорога. И вдруг, может быть, даже уже во время совершения смертной казни, ну, там, два камня попали, но еще не убили человека, да? И кто-то появляется на дороге и начинает там махать рукой, кричать. То смертная казнь должна быть прекращена. То есть, Павел, он, в принципе, имел власть прекратить эту смертную казнь. Или, допустим, как-то дело передать на рассмотрение, но он не делал. Почему? Потому что он одобрял. Вот за это он и каялся. Ну, это мнение профессора Шулама, и я думаю, что это интересное мнение. Ну, вот сейчас-то казнь заменяется пожизненным заключением. Но, в особенности в наших тюрьмах, является содержание едва ли не большей жестокостью по отношению к заключенному, чем смерть. И вы знаете, самая большая жестокость – это ожидание смертной казни. Если люди сидят в тюрьмах, да, и длительное время, годами ждут. В еврейской традиции, если оглашался смертный приговор, то преступник должен быть казнен в тот же день до захода солнца, да? Либо, если каким-то образом смертная казнь не совершалась, то его отпускали. Помните, когда вешали декабристов? У них были гнилые веревки, да? И два человека упали и остались живыми. И они говорят, что, мол, не должны были это делать. Но царь все равно приказал, да, этих людей убить. То есть, если каким-то образом смертная казнь не совершалась, то этот человек уже считался оправданным. Нельзя было его обратно притащить и добить. Поэтому вот Павел, помните, его побили камнями и оставили, и подумали, что он мертв. Не знаю, Бог оживил Павла, или он таки был без сознания. Но после этого его второй раз уже не могли догнать и побить камнями еще раз. Даже в эпоху храма, когда судам было дано право выносить смертные приговоры, осуществить это право на практике, то есть приговорить человека к смерти, было невероятно трудно. Салхидрин, то есть Верховный Еврейский суд, вынесший всего один смертный приговор за 70 лет, назван Талмуде Кровавым. И помните эту ситуацию, когда к Ешио приходили и провокационным вопросом спрашивали, нужно ли казнить эту женщину? Во-первых, действительно, эти свидетели должны были первыми бросить камни. Во-вторых, привели женщину, но ведь когда совершают прелюбодеяние, женщина должна быть казнена. Должны быть казнены женщина и мужчина, да? И должны быть двое свидетелей. Ну и в Талмуде так рассуждают об этом. Значит, не просто они застали мужчину и женщину голыми, лежащими друг с другом. Было нечто похожее с Иосифом. Когда сорвали с ним одежду, да, и сказали, что он хотел там изнасиловать, да. В действительности, если приходили двое свидетелей и видели, что кто-то совершает прелюбодеяние, они должны были тут же им объяснить, что вот так поступать нехорошо. И если эти люди говорили, ну мы все поняли. Во-первых, этот человек, который обнаружил, он должен был привезти двух свидетелей, да? Пока я уже рассказывал, за это время они могли сбежать уже. Потом эти двое свидетели и говорили, вы знаете, что по твое у вас положено побить камнями. Вы должны это немедленно прекратить. Ну, если они продолжали, ну уж тогда, конечно, их после этого следовало побить камнями. То есть, очень сложный вопрос. Если человека обнаруживали с оружием в руках, пусть даже и ты на этим оружием было совершено убийство, да, то ни в коем случае не могли этого человека казнить. То есть, это было очень важно. Ну, видите, сверховный суд все равно должен осуществляться. Да, в исходе 21 глава 12-14 стих сказано, кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Ну, если он не злоумышлял, то там имеется в виду замена смертной казни на заключение на какое-то время в городе убежище. Причем не в тюрьме. В тюрьме человек никогда, ни один человек в тюрьме не исправился. Наоборот, в тюрьме человек еще больше было учиться. Поэтому у евреев тюрьмы не было. Тюрьмы не было. Либо это был город-убежище, где он просто находился под домашним как бы арестом. Он не мог выйти за пределы города. Но в пределах этого города он мог находиться. Единственное, что подобное сейчас существует в Швеции. Когда человеку навешивают чип, и он там может ходить в каком-то квартале, а со спутником его отслеживает. Если он нарушил границу этого квартала, да, то все, уже тогда он считался, его доволялось. Это кровосмешение, скотоложество, гомосексуализм обязательно наказывались смертной казнью. Видите, сейчас гомосексуализм широко распространен. Ну, скотоложество в меньшей степени, ну, наверное, тоже встречается. Хотя я о таких случаях реально не слышал. Ну, все может быть, да. Все может быть, да. Вот, но я вам скажу так. В те времена, в те времена, евреи даже запрещалось продавать неевреям овец. Знаете почему? Потому что римская армия, за римской армией следовались тогда овец. И, как говорят, для половых нужды армии. То есть, прежде чем этих овец есть, римские регионеры их использовали в сексуальном смысле. Вот, есть, и это, между прочим, делали рыбаки, которые называют себя христианами. Какая-то рыба, я не помню, как она называется, у которой, в общем, вот это влагалище имеет такую же форму и строение, как влагалище женщины. И они совершали вот такие вещи. То есть, в истории такие вещи действительно описаны. Ну, а гомосексуализм для греков даже считался лучше, чем любовь мужчины и женщины. Вы знаете, они это дело поощряли. Да, многие греки были гомосексуалистами. Ну, часто все говорят, что те знаменитые 300 спартанцев, они были любовниками друг к другу, помните, которые в фермопилах. Это для греков считалось нормально, потому что воспитывали мужчин, будущих мальчиков в гимнасиях, где они ходили обнаженными и совершали обнаженными различные физические упражнения. При этом они соприкасались друг к другу телами, у них возникали возбуждения и так далее. То есть, вот такие ужасные вещи тогда были реальностью. И сейчас, как вы видите, тоже. Что дальше? Значит, блуд, скотоложество, прелюбодеяние с женой замужней. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужней, тот будет преданной смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Причем, говорится, что есть отличие от изнасилования, да? Если женщина силы накричала, то силы ее принуждали. Опять-таки, это не говорится конкретно, это именно пример толкования, да? По примеру. По примеру. Ну, у нас сейчас женщину будут насиловать, кричи, не кричи. То все равно, да? То все равно никто не поможет. Если кто в поле встретится с нарковницей обрученной и схватив ее, ляжет с ней, то должно принять смерти только мужчину. Но если она не была помолвлена, да? То тогда шли другие вопросы. То есть, помолвлена, она уже находится в завете со своим будущим мужем. Следующее, да. Значит, первое, что наказывалось. Сексуальное извращение, да? Второе, мы говорили, инцест. То есть, близкородственные есть определенные, которые запрещены. Так? Инцест. Инцест. Инцест – это греческое слово или латинское. Да, инцест. Ин означает внутри, да? Инцест. Дальше. Значит, блуд. Изнасилование. И четвертое – это бунт против родителей. Бунт против родителей. Кто ударит отца своего и свою мать, того должно предать смерти. Кто злословит отца своего и свою мать, того должно предать смерти. Это исход 21 глава, 15 и 17 стих. Если у кого сын буйный и непокорный, не повиновишься голосу отца своего и матери своей, и они наказывали его, но он не слушал их, то отец его или мать пусть возьмут его и приведут к старейшинам города к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города – сын наш буин, непокорен, не слушает слов наших, да? Мод и пьяница, а буквально в Торе написано – пьяница и обжора. Мод и пьяница. Здесь вроде как он проматывает имение, да? Буквально в Торе написано – пьяница и обжора. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. Пятое, что наказывалось обязательно убийством – похищение людей. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Либо человек украл и уже продал кого-то, либо этот человек находится в руках у него. Нужно предать его смерти. Исход 21 глава, 16 стих. Это пятый момент – похищение людей. Шестое. Виновный в создании опасной для жизни ситуации, если он был предупрежден и знал об этом. То есть, если волк бодлив был, и вчера, и третьего дня, да, хозяин знал об этом, да, но что не привязывал этого вола, да, то он убил мужчину и женщину, то вола побить камнями и хозяин его предать смерти. К этому же относится оставление человека без помощи в опасной для жизни ситуации, если в результате наступила смерть. Прямо об этом не говорится, но еврейская традиция трактует об этом. Значит, если бы вол вроде не виноват, хозяин не виноват, да, но хозяин виноват в том, что он создал опасную ситуацию. Если он не знал, и случайно волк его-то забодал, ну, это другое дело, да, но если он знал, и его предупреждали об этом, и волк таки забодал, то нужно его предать смерти, а вола побить камнями. Седьмой пункт. Колдовство и идолопоклонство. Причем наказывается идолопоклонство еврея, а не язычника. Естественно, язычник, он и так идолопоклонник. Понятно. Вот если еврей совершил идолопоклонство, то тогда его нужно казнить. Это Левит, 20 глава, 2 стих. Левит, 20 глава, 2 стих. Значит, скажи так сынам Израилю, кто из сынов Израилевых, из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот добудет предан смерти, народ земли да побьет его камнями. И Левит, 20 глава, 27 стих. Мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвых, или волху овать, добудут преданной смерти. Камнями нужно побить их, и кровь их на них. Еще раз говорю, не всех побивали камнями, а только евреев, да? Потому что язычники, они и так язычники. Но если язычник заставлял еврея совершать это, да, то тогда его тоже могли казнить, да. Восьмое. Ложное пророчество, хула Божьего имени. Призыв не выполнять законы Бога или извращение Божьих законов. Второзаконие, 18 глава, 20 стих. «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». Левит, 24 глава, 16 стих. «Хулитель имени Господня должен умереть, и камнями побьет его все общество. Прише, если или туземец станет хулить имя Господне, предан будет смерти». В данном случае это более, видите, серьезное наказание, потому что если идолопоклонник, пусть он похлоняется своим идолом, но он не должен хулить Бога Израиля, да? Поэтому, если даже идолопоклонник хулит Бога Израиля, то что нужно делать? Да, предавать его смерти. Ну, второзаконие, запишите, 13 глава, 4-5 стих. Я сейчас не буду говорить подробно. Торозаконие, 13 глава, 6-10 стих. То есть, это случаи, когда обязательно предается смерти. Хорошо. Теперь вопрос. Если укрывается у тебя белый, ты должен его укрывать? Или ты должен выдать его? Ну, пришел к тебе человек и сказал, знаете, я убил 10 человек, сбежал из тюрьмы, вообще я маньяк, садистый убийца, но я пришел к тебе. Я знаю, что ты человек верующий, вот, ты за меня помолишься, Бог себе простит мне все грехи, и ты меня спрячешь. Должен я это закрывать? Или не должен, да? То есть, видите, это очень важно. Значит, никто не должен брать на себя функции судей или палача. Но если мы не поставим в известность о преступнике полиции или соответствующие органы, мы будем виновны, как соучастники, и по законам государства, так и по Божьим законам. Потому что Божьи законы, я сейчас не буду подробно говорить, мы когда будем разбирать недельные главы Торы, они тоже предусматривают о недоносительстве. Но это говорится о преступнике, который совершал преступление, да? И может в дальнейшем совершать преступление. Вы сами понимаете. Но если человек бежит, допустим, в результате проследований, или беглый раб, да? То беглый раб, нельзя его выдавать. Дальше. Вот интересно, Авдий пишет. Первая глава, 13-15 стих. «Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего, в день несчастья его и даже смотреть на злополучие в день погибели его. Не касаться имущества его в день бедствия его, не ставить на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень, и все народы, как ты поступал, так поступлено будет с тобой. Воздаяние твое обратится на голову твою». Вы знаете, многие украинцы, в особенности поляки, выдавали евреев. И многие потом входили в эти еврейские квартиры и жили в них. И вы знаете, что в 1947 году в Варшаве был еврейский погром. И было убито несколько десятков евреев. Это тех евреев, которые пережили концлагеря, пережили Гитлера, вернули их себе домой, да, их дома оказались занятыми уже другими людьми, да. Вот видите, не только ты не должен выдавать такого человека, но ты не должен даже пользоваться его имуществом. Если твоего соседа, допустим, еврея, захватили эсэсовцы, да, а ты пошел там и набрал у него вещей, ты будешь виновен перед Богом. Ты будешь виновен перед Богом. Потому что нельзя радоваться погибели, даже погибели своего врага, не касаться его имущества в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания обижавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Есть вещи убийства, которые разрешены человеческим законом, но запрещены Богом. Это два таких преступления, и многие очень часто совершали такие преступления. Это эвтаназия и аборт. Что такое эвтаназия? Это, говорят, умиршление из гуманных целей. То есть, ну, допустим, человек длительное время находится без сознания. Или человек находится на искусственном дыхании, искусственном кровообращении, да, и родственникам говорят, вы должны вот там подписаться, чтобы нужно его уже прекратить. Эти реанимационные мероприятия. Ну, конечно, если тебя требуют денег, и тебя этих денег нет, но это другой вопрос. Вот. А никакой случай такие подписки не давать. Во-первых, были случаи, часто, что человек несколько лет даже находился в бессознательном состоянии, и потом возвращался к жизни. Во-вторых, если говорят, что у человека рак, или опухоль, или что-то, были случаи, люди кончали самоубийством, в результате, когда вскрывали, оказывалось, что такого у них нет. И даже человек, если испытывает страшные мучения, то это тоже Божья воля над этим человеком. Я не хасид, я не каббалист, ну, какая-то интересная мысль. Такая, вы знаете, что говорят, что этот мир, вот каббалисты говорят, что этот мир – это честилище. Вот некоторые тоже придерживаются теории честилищих христианин, еще раз говорю, это не библейская теория, но это просто рассуждение о мысли. Вот, допустим, душа человека, душа человека недостаточно свята, чтобы пойти в рай, недостаточно грешна, чтобы пойти в ад. Что делается с этой душой? Согласно православному, допустим, или католическому мнению, она идет в честилище, эта душа, и там тысячи лет находится, или пятьсот лет находится, а родственники молятся, и батюшки носят, значит, молитвы за упокой. Если родственники хорошо молятся, то говорят, что от честилища можно какую-то часть отнять. Католическая церковь пошла дальше, чем православная, православные только умертся, за высших молятся. Она решила, что, вы знаете, в католической церкви очень много святых. Они уже, ну, это все опять-таки идея, что заработали спасение, да? Они заработали спасение в достаточной мере, и даже больше того. Что же сделать с этим избытком? А этот избыток принадлежит католической церкви. А так как главный человек в католической церкви Папа Римский, то он может продать за деньги вот этот избыток благодати, который имеет католическая церковь, да? И это было продажа индульгенции. Вот все основано на этой теории частинища. Хасиды некоторые, значит, еще раз говорю, каббалисты, они верят в переселение душ. И это переселение душ называется не реинкарнация, как на Востоке, а называется гилгуль. Гилгуль. Галгал – это кручение, да? Гилгул – это круговорот душ в природе, если можно так сказать. Почему? Потому что, согласно каббалистическому учению, уже в Адаме были, существовали все эти души. В Адаме существовали все эти души. Но, кстати, мормоны тоже придерживаются такой теории. Вот поэтому они там крестятся за мертвых, знаете? Слышали, что мормоны крестятся за мертвых, да? И мормоны делают многоженство, чтобы побольше родить детей. Потому что они освобождают эти души. Вот в Адаме уже все души заключены, которые во всем мире. Вот когда количество этих душ закончится, да? То закончится и история человечества. И вот душа освобождается в этот мир. Я вам говорю, что она идет в совершенную. Но есть яйцер готов, и есть яйцер гора. что преобладает в человеке, да? Затем каждого человека как бы взвешивает. Как бы взвешивает. И если его количество добрых дел превышает, он идет в рай. Если количество злых дел превышает, идет в ад. Если примерно одинаковое, значит, он еще раз отправляется на эту землю. но это не переселение. В корову, понимаете, он не вселится. Да. Вот. Хорошо. Значит, и вот, значит, была такая история. Один человек был бедный, несчастный, очень страдал еврей. И он пошел к равену и говорит, рэбби, помолитесь, чтобы Бог сделал так, чтобы я не страдал. Это, кстати, сторонникам преуспевания относится. Рэбби отказался. Говорит, пойди, вот, завтра придешь ко мне. И снится этому человеку суд, ну, скажем, человека звали Яков. Вот этот Яков умер и попадает на Божий суд. И ангелы говорят, принесите все плохие дела Якова. И ангелы тащат тяжелый сундук и ставят на одну часть весов. А на другую чашу пришел принесите добрые дела Якова. Ну, и несут маленький такой вот пакетик и ложат туда. Он, конечно, Яков в ужасе. Говорит, а теперь поставьте туда страдания Якова. И тащат страдания в большой сундук и тоже ложат на это место. И вот немножечко, 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 немножечко не хватает. И Яков кричит, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И просыпается под что тебе еще страданий добавить. То есть, это такая интересная мысль. Ну, в конце концов, вы знаете, что есть и так и в Новом Завете. Там написано, что мы должны судить себя, да, вот, дабы не быть осужденными с миром. То есть, возможно, кого-то человек, Бог отверждает, подвергает этим страданиям для того, чтобы не судить грядущий мир. Я не говорю, что это так есть. Но мысль, мысль, это в чем-то правильное. То есть, мы не должны прерывать страдания человека, если они делаются по воле Божьей. Ну, вот, был Иов такой, страдал, да? Кстати, книга Иова, это единственная книга, в которой ничего не сказано про евреев. И она возникла раньше, чем евреи. Ее просто Моисей по традиции записал, но она существовала раньше, еврея. Загажите, был человек, который попытался прервать его страдания? Самый добрый человек, жена, говорит, похули Бога и умри, и всем хорошо будет, да? Вот жена его была такая сторонница эвтаназии. Кстати, Бог, Бог потом дал всего вдвое, скота вдвое, детей еще раз столько же, потому что дети – это души, да? И души не умирают, но жену оставил одну, потому что говорят, что две жены – это не награда, а наказание. Правда? То есть, Бог, если предусматривает для кого-то страдания, значит, он делает это с определенной целью. Конечно, очень тяжело страдать, но никто не знает, как это отражается на нашей судьбе. Может быть, эти страдания для того, чтобы человек пришел к Богу. И это описано в книге Иова, правда? Возникают разные вопросы, но эвтаназия, я еще раз говорю, эвтаназия – это так называемое гуманное умершление стариков, больных, но также непригодного генетически человеческого материала, как это делал Гитлер, да? Вот, это запрещено. И есть люди, страдающие депрессией, которые заявляют о добровольном праве уйти из жизни, потому что они думают, что они уже избавятся от мучений. В действительности это не так. Поэтому я говорю, что я виновен в гибели двух человек по этому закону. Я так и говорю, я из гуманных соображений и по просьбе родственников, и там были действительно безнадежные люди, но я не должен был это делать. Ну, просто я был тогда неверующий. Правда? Я, вы многие чего не знали, а женщины, делающие аборты, разве знают? Незнание закона, оно не снимает чувство, это не чувство, а это наказание, да? за это. Хорошо. То есть, это конкретно убийство и без всякого. И аборты тоже убийства. Вот. Но иудаизм категорически отвергает активную эвтаназию, то есть, создание таких ситуаций для смертного человека, но иногда разрешает в отдельных случаях пассивную эвтаназию. То есть, отказ от дальнейшего подключения больного, допустим, находящегося в стадии растения к аппаратам искусственного дыхания. Но в любом случае, я считаю, что надо иметь мудрость от Бога. Правда? В любом случае надо иметь мудрость от Бога. Вот. В некоторых случаях евреи разрешают давать те или иные лекарства и назначать медицинские препараты, если необходимы для облегчения боли или страдания больного, если они оказывают побочные действия и могут дать приблизить смерть больного. Ну, например, если дать наркотики, морфий, да? Знаете, некоторые люди из-за вот этих болей потом выздоравливают и становятся что? Морфинистами и наркоманами. Это тоже вопрос, который нужно решать. Я говорю, я не даю вам ответы на все вопросы, правда? Это нужно решать каждым индивидуальным. Но аборты это настоящий геноцид, разрешенный обществом и даже поощряющий им. Жертвы от аборта превышают жертвы некоторых войн. Вы помните, во Второй мировой войне Соединенные Штаты где-то потеряли, по-моему, 400 тысяч человек, да? Ну, примерно так. По статистике, 2004 года на Украине родилось около 400 тысяч детей, в то же время 500-700 тысяч женщин совершили аборты. То есть Соединенные Штаты потеряли 400 тысяч человек, да? В Второй мировой войне. Женщины только за один год совершили 500-700 тысяч абортов. Это превышает потери армии Соединенных Штатов за все годы Второй мировой войны. Это данные у меня из интернета. В России ежегодно делается 1,6 тере, 1,7 миллиона абортов. Миллионов. Да. Об этом в Госдуме даже сообщал Михаил Зурабов Российской Федерации. У меня данные где-то 2004-2006 года. По другим данным до 2,5 миллионов абортов в год. В Соединенных Штатах, которые 300 миллионов населения, количество абортов достигает 1,4 миллиона в год. Вот такая статистика. И это что? Это убийство. Потому что мы заменяем слово ребенок на слово плод. но именно в момент зачатия происходит формирование то есть душа. Душа освобождается в момент зачатия. И человек начинает жить. И потом эта душа куда идет? Богу. Я не верю, что она идет круговорот. Хотя есть такая мысль. Но душа идет к Богу. И это конкретно убийство. кроме того есть множество осложнений которым приводит аборт. В частности криминальный аборт. Это различные заболевания матки, разрывы, эндометрит, эндоцерветрит, параметрит, воспаление придатков, сепсис, бесплодие, которые вызывают потом хроничное невынашивание, шеечная беременность, угрозы выкидыша, внематочная беременность, преждевременные роды или слабость родовой действенности. У меня тут целый список медицинских всяких осложнений. Итак, смотрите, какие основания мы имеем? Ну, сейчас мы сказали, но мы должны под все подвести библейское основание, да? Какие мы имеем библейские основания? То, что зародыш это тоже полноценный человек. Итак, Псалом 138 с 13 по 16 стих. «Ибо ты устроил внутренности моей и соткал меня в очреве матери моей». Это говорит пророк о том, что он до этого не был человеком, а потом стал человеком? Был уже человеком. Бог сделал так. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивные дела твои. Душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, и в книге твоей книги записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». когда Бог записывает человека в книгу жизни? Когда человек рождается еще в момент зачатия. И я говорил, что есть даже такие свидетельства, которые показывают, что ребенок слушает музыку, которую слушает мать, если мать волнуется, и ребенок начинает волноваться. Но были зарегистрированы медицинские случаи нежелательные беременности, которая рассасывалась. Если мать уже беременная была, и мать не желала сильно этого ребенка, то этот ребенок даже рассасывался. Потому что ребенок понимает чудо. Чудо. Аллилуйя! Аллилуйя! У меня уже третья беременность рассасалась. Аллилуйя! Итак, запишите, что ребенок освящен Господом и он свят еще до того, как рождается из утробы. Единственный случай, которым разрешены аборты, это в случае угрозы для жизни матери. Но опять-таки возникает вопрос, что считать такой угрозой? Правда? Значит, когда возникает дилемма спасать жизнь матери или неродившегося ребенка, то христианская традиция, как говорит? Спасать ребенка, покрестить его, чтобы он был спасен. Да? Мать, по идее, она уже крещена. Но еврейская традиция говорит, прежде всего, спасать жизнь матери. Конечно, лучше, если удастся спасти обоих, но нужно спасать жизнь матери. Почему? Если женщина страдает от затяжных, патологически осложненных родов, которые угрожают самой ее жизни, следует рассечь плод ее и извлечь ее частями, ибо жизнь женщины важнее жизни плода. Если же ребенок уже появился на свет, нельзя причинять ему вреда, ибо нет права жертвовать одной жизнью ради спасения другой. Это Вавилонский Талмуд, Мишно раздел Нашим трактат Агалот 7 дробь 6. Есть Талмуд делится Мишно и Гемару. Мишно делится на 6 основных частей. Каждый тоже делится 10-11 трактатов. То есть так вот говорится. Значит вопрос, что такое угроза жизни плода, жизни матери. вот хорошо. Значит поэтому аборт по показаниям, если действительно есть угроза жизни матери, разрешается. Но нежелательно, конечно. Вы сами понимаете. Бывают случаи, когда медики ставят диагноз, и мать все равно рождает, и ребенок жив. Но в тех случаях, когда уже действительно это серьезно, то есть опять-таки надо просить у Бога мудрости. Правда? надо просить у Бога мудрости. Но все источники указывают, запишите, что аборт из соображений удобства, материальной выгоды или социальных проблем абсолютно невозможен. Аборт из соображений удобства, материальной выгоды или социальных проблем абсолютно невозможен. Хорошо. Вопросы предохранения. Входит в это? Ну, можно родиться ребенок, но ты предохраняешься, а ребенок не рождается. Является грехом это или нет? Сложный вопрос, совершенно верно. Правильный ответ именно, что это очень серьезный и сложный вопрос. И однозначного ответа на этот вопрос нет. Христианская традиция говорит, что женщина должна рожать бесконечное количество раз. Но вы знаете, что в конечном счете это очень тяжело отражается на организме женщины. Да. И часто это, в общем-то, прикрытие для сексуальной распущенности. Потому что если взять еврейской традиции, вы знаете, что, в общем-то, не во все дни можно совершать с женой половой акт. Да? Примерно так половину дней выпадает. Да, время связанное с менструальным циклом и некоторое время после менструации. И, кстати, получается, что как раз можно делать в то время половой акт, когда наибольшая вероятность зачатия. Да? Вот. Ну, сколько заповедей вот есть? Плодитесь и размножайтесь. Да? Значит, когда человек выполнил эту заповедь, и он может, так сказать, прекратить плодиться и размножаться. Не говорю, что совершать аборт и убивать детей. Да? Ну, выполнить человеку заповедь. Помните, есть две школы. Какая школа? Гелеля и Шамая. Да. Сколько у нас там времени сейчас? Пять минут еще. Значит, да, может быть, прекращена. Если беременность угрожает жизни или здоровью женщины, или многочисленные беременности уже серьезно начинают подрывать здоровье женщины, и действительно нужно прекратить тогда. Либо, если супруги выполнили заповедь, плодитесь, размножайтесь. Школа Гелеля говорит два и более детей любого пола. А школа Шамая говорит не меньше двух мальчиков. Ну, то есть, если мы родим одного ребенка, ну, понятно, если просто Бог не дает больше детей, это само собой. Но если мы родили одного ребенка, выполнили мы заповедь плодитесь? Плодитесь мы выполнили. А заповедь размножайтесь выполнили? Нет. Значит, детей должно быть по крайней мере два либо больше. Но какого пола? Шамай он учитывал только мальчиков. Если вы посмотрите Шамая, он не любил девочек. Он был такой строгий товарищ. Поэтому девочке не человек. Но Гелель, он более гуманный был. Он сказал, двое детей любого пола. Вот у моего сына сейчас трое детей. Не знаю, остановился он на этом или будет продолжать. Вот старшая внучка уже пошла в школу у меня. Большая радость. Вот. И, вы знаете, младшая внучка вместе с ней учится, так сказать. Ну, там учится и там уже начинает учиться. Очень интересно, конечно. Вот. Значит, две девочки и один мальчик. То есть, по школе Шамая он выполнил это? Нет. А по школе Гелеле он уже выполнил. Хорошо. Делаем перерыв, да?